Для нашего предприятия тариф для населения, мы говорим о нем, утверждался последний раз в ноябре 2016 года. С того времени у нас вырос не только газ, у нас выросла цена на электроэнергию в среднем на 30%. У нас выросли цены на услуги водоснабжения и водоотведения более чем в два раза. С того периода выросла минимальная заработная плата тоже более чем в два раза. То есть это, естественно, гарантия оплаты труда. Поэтому на сегодняшний день мы говорим о том, что тот тариф, который мы направили в исполнительный комитет Одесского городского совета на рассмотрение проекта тарифа, он учитывает рост не только цены газа, он учитывает рост всех остальных составляющих, которые не были учтены за последние два года и которые мы просим учесть. Дело в том, что на сегодняшний день предприятие убыточно, то есть хозяйственная деятельность предприятия носит убыток. Город, по сути, осуществляет датирование этого предприятия путем выделения финансовой помощи. Для того, чтобы уйти от этого, для того, чтобы прекратить выделение финпомощи и предприятие могло перейти на самоокупаемость, необходимо пересмотреть тариф. Вот проект такого тарифа мы и отправили в исполнительный комитет Одесского городского совета. Сейчас тариф проходит процедуру обсуждения, то есть он вывешен на сайте Одесского городского совета, он вывешен на сайте коммунального предприятия. Информация о пересмотре тарифа подана в печатный орган местного самоправления в Одесский Вестник. Мы принимаем замечания, возражения. В процессе этого будет назначена процедура общественных слушаний. И, соответственно, на общественных слушаниях будет рассматриваться этот тариф. И только после этого проект тарифа в том или ином виде попадет, ну, либо не попадет, да, на заседание исполнительного комитета Одесского городского совета, где он будет уже утверждаться. И только после этого мы можем говорить об увеличении тарифа. То есть на сегодняшний день увеличения нет. Есть проект нового тарифа, который мы направили, который будет рассматриваться в основной процедуре. Есть устав территориальной громады города Одессы. Он предусматривает эту процедуру. Она назначается не менее чем за 14 дней. Решение о проведении общественных слушаний утверждается распоряжением Одесского городского головы. То есть как выйдет это распоряжение, соответственно, как бы будет организована эта процедура. В распоряжении определяется место, время проведения общественных слушаний. Мы приведем свои аргументы, мы расскажем, почему так, да, то есть почему растет тариф, какие его составляющие растут, в силу чего такой рост. И, соответственно, как бы уже дальше мнение общественности будет учитываться, наверное, депутатским корпусом мэра. Моя задача, как руководителя предприятия, объяснить жителям о том, почему происходит это удорожание. Для того, чтобы не было там манипуляций, связанных с тем, что что-то, чего-то где-то не так, да. То есть, естественно, мы представим информацию о всех составляющих, да. Кратенько я вот даже, ну, в принципе, могу даже картинкой, скажем, показать нашу структуру. Вот структура нашего нового тарифа, то есть, грубо говоря, составляющие, которые мы видим, что здесь порядка половины, да, более половины – это природный газ, покупная тепловая энергия, которую мы покупаем, расходы на оплату труда, электроэнергия и вода. И вот прочие там статьи, они занимаются всего лишь там порядка 5%. То есть, мы представим, покажем эту структуру, объясним каждую из составляющих, и, естественно, жители должны быть в курсе, почему такой тариф. Потому что это не наше желание, это, к сожалению, экономические реалии, не только связанные с газом, но и с другими статьями затрата. На самом деле, рост тарифа у нас не на 72%. Объясню, то есть, есть две вещи. Если мы говорим о стоимости гигакалорий, это основной показатель, ее рост происходит на полтора, ну, в полтора раза на 50%. То есть, 50% – это вот все наши компоненты, составляющие. Если мы говорим о тарифе в расчете на квадратный метр, то этот тариф рассчитывается тоже, исходя из нормативов расхода тепла на один квадратный метр. Реально мы выставляем только по фактически оплаченной, по фактически потребленной тепловой энергии. Вот я вам приведу пример. На сегодняшний день в городе действует утвержденный тариф 30 гривен 76 копеек за один квадратный метр. Но вот если брать, например, в 2017 год, средний тариф, выставленный по людям, у которых еще нет пока что прибора учета на доме, составляет 22 гривны. То есть, этот рост, это не означает рост 70%. Это означает, что это максимальная величина расхода тепла, которая приводит вот к такому тарифу. Это не рост 70%, а реальный рост по стоимости геокалорий – это 51%. В проекте тарифов, в проекте, подчеркиваю. Если у нас температура наружного воздуха превысит все показатели, да, то это максимум, на который, ведь на самом деле расход тепла чем определяется? Если есть счетчик, все понятно. Человек потребил по счетчику, он платит по счетчику столько, сколько счетчик показал. Если у человека нет счетчика, то в этом случае у нас тариф используется расчетным, да, путем определения количества тепла по приборам учета уже по котельной, сколько использовано на дом. Вот если у нас температура наружного воздуха вдруг, да, зашкалит все мышлами и максимумы, то в этом случае теоретически такое возможно. Ну, это, скажем так, теория. Это теоретически максимально возможный тариф, который может быть в условиях резко отрицательной температуры наружного воздуха. Почему мы его утверждаем? Потому что, если, не дай бог, это произойдет, больше, чем утвержденный тариф на квадрат, мы выставить человеку не имеем права. То есть мы выставляем, вот исходя из этой величины, реально мы выставляем только ту величину, которая потреблена. И вот разницу я вам привел, да, то есть у нас утвержденный 3076, по факту мы выставляли в среднем 22 гривен, исходя из температуры наружного воздуха, которая была в 2017 году. Мы устанавливаем удельную норму. Да, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что та удельная норма, которая была в тарифе, она не совсем корректна. Вот мы устанавливаем максимальную удельную норму. Как мы ее устанавливаем? Есть приказ Минрегион Будда, есть соответствующие там нормативные документы, и мы высчитываем, исходя из этого, вот эту величину. Но эта величина максимальная. Естественно, что, еще раз подчеркну, людям мы выставляем только то тепло, которое они фактически потребили. И органов контроля за этим более чем достаточно. Поэтому ни копейки лишние люди не заплатят.